Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакол, мы продолжаем Ori and the Will of the Wisps и продолжаем двигаться дальше, нам нужно вернуться с вами к Волоку, потому что вода течет, мельница работает, нам надо порадовать Волоку этой новостью, мы теперь сможем пройти в некоторые места, где раньше не могли. Окей, я не буду сейчас заострять внимание на этом прям очень сильно, но по пути обратно, куда сможем зайти, туда зайдем. Тут еще новая локация, в которую мы пока не ходили и пока что не пойдем, потому что, поверьте мне, каждая локация здесь не просто так и мы везде, так или иначе, сможем оказаться, я не очень понимаю, как работает вот это место сейчас, если честно. Вот именно вот это, во-первых, здесь можно, судя по всему, куда-то проплыть и получить какие бонусы, да? Вот, поэтому да, в той локации еще будет для нас какое-то задание, чтобы раньше времени туда не ходить и по два раза одно и то же не пробегать, тем более, я уверен, очень быстро меня остановят отсутствие какой-нибудь способности. Так, это что-то, что надо собрать прямо сейчас, отлично. Я там, правда, урон получил чуть-чуть, но не страшно. А, нет, не получил. Обманул. Потихоньку собираем, давайте посмотрим, что слева тут еще есть. Как мы узнали, светилища боевые очень крутые, они сложные, конечно, конечно, очень сложные, но в то же время очень крутые для нашего развития, потому что благодаря ним я смогу носить больше амулетов за один раз. И сейчас у меня уже четыре осколка на мне. И это прямо не может не радовать. И вот у нас родниковые поля уже на 50% исследованы, кстати, это очень круто. Как бы есть еще кое-какие вещи, но поищем потом. Давайте пока что будем двигаться ближе к Волоку. Надо сейчас еще вернуться на родниковые поля, сделать кое-какие улучшения. У нас же все-таки руды появилось немеряное просто количество. Я теперь смогу построить все дома, которые там можно. У нас там, правда, было всего только два улучшения, и они, по-моему, там... Что-то на уровне каждой, вроде, что-то по пять стоили. Здравствуй. Так, этот хотел шляпу, по-моему. Я пришел из топи, чтобы полюбоваться на родниковые поля. Здесь и правда красиво, но очень-очень светло. Да, в топе с солнцем ярком не приходится в тени, вот бы шляпу. Шляпы нет. Ему нужна шляпка. А ты что хотел напомни? В тихом лесу теперь небезопасно, земля там скверная и небо. Потом я отправился в путь на поиски лучшего места. А, это насчет дома. Который, кстати, сейчас мы и построим, я думаю. Эй, дух, я уже знаю о мельнице. Неужели надежды есть? Может, все еще наладится? Тогда придется рассказать остальным, если, конечно, они захотят слушать. Будь у меня греликовая оруда, я бы сделал. Ну, делай. Капитальный ремонт и острые обстоятельства, я думаю, можно спокойно использовать. Во-первых, домики. Отлично, прямо сейчас и начну. Чиним домики. Домики-моки как новенькие, и ремонт им еще долго не понадобится. Мы горлики строить умеем. Так, крыша над головой. Надо построить еще несколько домиков вон на том большом дереве у костра. Ну, давай избавимся от колючек. Да. Отлично, прямо сейчас и начну. Больше никаких колючек. Родниковые поля с каждым днем все краше. Ну, я бы помог, но у меня больше руды нету. Я вернусь еще. Обязательно. Вы думали, я это не замечу? Серьезно? Вы такого обо мне мнения? Ты дух? Духи ведь помогают другим, да? У меня тут проблемка. Мой желудь провалился в дыру. Это подарок от одной особенной моки. Я бы его достал, но дыра очень тесная, и в ней очень темно. Может, с нужными инструментами дыру можно расширить? Но это, опять же, к грому. Он у нас этим промышляет. Я же правильно понял, да? Что это надо просто еще будет платить? Да. Но это все стоит своих денег. Так, если я пойду скажу моку про домик, он засчитает мне выполненное задание. Гром построил славную хижину. В славной хижине и живется славно. Если двинешься на восток, передай моим родным, что я нашел нам новый дом. Они живут в тихом лесу, в первой хижине у входа. Я заплачу за помощь. А еще тебе понадобится этот ключ. Лес уж не такой тихий, как прежде. Ключ от хижины в тихом лесу. Круто. Вся семья в сборе. Тут столько побочных заданий. Какое-то неадекватное количество. Так, там я видел, они что-то строили сверху. Сверху, прям сверху. То есть, может быть, ты ищешь что такое. Далее. С тех пор, как мне пришлось бежать из замерзшего сада после бури, я повидал немало странного. Но, дух... Родные мне о вас рассказывали. Такие, как ты, когда-то обитали в краях, где меня зовут Чужаком. Я, конечно, не жалуюсь. Я уже почти забыл, каково это чувствовать мягкую землю. Но здесь пока совсем не так, как дома. Так, успехи, дух. Получилось найти семена? О, да. Лунная синь. В отличие от своих сородичьев, овцов света, эти цветы питаются не солнечной энергией, а лунной. Это, кстати, вот те семена. Вот я одно нашел. Допустим. Тогда приступим. Это тоже все в хаб, да? Все в дом. Все тащим в дом вообще. Знаешь, как луна притягивает воду, вызывая приливы и отливы? Эти занятные растенецы тоже все притягивают. В нашей избушке на столе всегда стояла ваза с ними. Это любимые цветы моей матушки. Не хочешь еще немного поогородничать? Да нечем. Назеленение полей. Очень много побочных заданий. Да, вон они сверху, но я не залезу. Окей. В воду же можно опуститься, и правда. Как я там пропустил что-то, простите? Чего? Тут-то? Что? Тут ничего нет. Вы меня... Вы меня не путаете. Или может быть оно, типа, позже там, типа, по... Я не знаю, это странно. А кроме моки, которые дают задания, тут что-то есть? Вода чистая, вокруг полно интересных пещер. Я не умею прыгать так же высоко, как ты, но энтузиазма мне не занимать. Любое дело становится приключением, если делать его с энтузиазмом. Не правда. Прикол в том, что туда даже я не запрыгну. И все еще потому, что мне как будто бы не хватает банального прыжка вверх. Очень сильного. Да. Он точно будет. Вот с такими-то дырками он будет сто процентов. Это что такое? Это неизвестно что. Давай зайдем. Да ладно. Люпа. Приветствую тебя в моей скромной обители. Слушай, а у тебя... Я тебя уже видел. Исследуешь эти края, да? Как раз надо бы исследовать одно место и лучшего духа для этого не найти. Я про тихий лес. Я бы и сам пошел, но... Боюсь, там слишком неподходящая для меня погода. Дождь, пепел, смерть, воздух и все такое. Так что сходи лучше ты, а потом подробно расскажешь. И об опасностях тоже. Если поможешь, продам тебе любую карту с огромной скидкой. Я отмечаю на этих картах свои наблюдения. Хочешь взглянуть? Отображение ячейок энергии. Оооо, вот это нам нужно, гайз. И это дорого. Это для ста процентов мне прям понадобится, потому что без этого я не знаю как собирать еще. Ну типа на энтузиазме. Ячейка энергии отображения, да? Все ячейки энергии. Ну тут получается сколько? 9000 надо только на то, чтобы просто все это увидеть. Хорошо. В другой раз и правда. Ну то есть это круто. А в первой части напомните мне, как это происходило. В первой части мы находили... Не помню. В первой части это была то ли прокачка, тоже дорогая, но просто прокачка именно за очки опыта. В первой части не было денег. Можно начать с этого. В первой части не было денег, поэтому... Там конечно с этим попроще. Ладно. Давай уже по заданию. Причем тихий лес, он у меня... Да, даже на карте у меня нету. Интересно. Так, ну мы телепортнемся, я думаю. Там же у меня что-то в том направлении есть. Вот есть вот... А! Ну да, это будет поближе. Да, я уже забыл, что тут есть плохие твари, которые пытаются меня убить. Туда давай. На шипчики свои. Сами насаживайтесь. Куда я идти-то забыл уже. Мы, кстати, можем спуститься вниз и что-нибудь там исследовать. Почему бы и нет? Займемся сегодня побочками. Ну не побочками, а... Второстепенным направлением. Зовем это так. Тут закрыто, например. Тут там... Что меня там остановило? Вода меня там остановила? Меня остановила закрытая дверь. Понятно. Открывается она неизвестно как. Все встало на свои места. Кстати, вот это возможно то, как она открывается. Да, там рычаг. Сейчас откроем. Опа, открывается дверь. Не знаю, почему я раньше этого не сделал. Видимо, не заметил стенку. А там у нас вообще ничего неизвестно, да? То есть там ни слухов. Ничего. Стреляй. Убивай меня полностью. Фрагмент. У нас уже, кстати, сколько? Семь штук. Семь хп. Это очень неплохо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Какая же ты страшная ничь-то, а? Очень не хотелось бы тебя увидеть в каком-нибудь светилище боевом. Прям вот совсем. Куда это я пришел? Слушай, мне кажется, что так или иначе сюда еще и по сюжету нужно будет спускаться. Вдребезги вы получили новый осколок духов. С ним заряды дуги духов раскалываются на снаряды поменьше. Ага. Ну, мне... Круто, спасибо. Буду просто это иметь в виду, да, потому что опять же, все, что у меня сейчас стоит, меня полностью устраивает. Да, и правда придем, потому что сюда надо будет принести какой-нибудь артефакт. вот эта штука снизу откроется там. Все серьезно. При этом что-то еще есть сверху, но туда никак не проникнуть сейчас. Покинь, обычным прыжком не залезаю. Полезли тогда. Так, мне же еще выше. Мне же еще выше. Ох уж эти туториальные куски. Кстати. Почему я здесь не забрал? блин, это такое сложное место. Отлично. Увидел. Так, теперь там пропрыгивать опять, да? Не знаю, почему там нету телепорта. Вообще странно. Мне кажется, телепорт здесь must have. Играет. Как я думаю, что я не могу это, я знаю, и но, что я скажу? что вам-то не знаю. Но мне-то я не знаю, что я люблю. что я люблю. Я люблю. Найдите Ку уже, пропавшая подруга прямо сейчас. Мне прям дадут это сделать. Ну, допустим. Сейчас я сначала тут поизучаю, что у вас есть под водой. А то более интересно. Ну, Куна Диск, и правда, она там, блин, в беде. В психологической беде. Опять прыжка нет. Бэктрекинг. Обидно приходить и понимать, что не можешь забрать и что придется сюда опять бегать. То есть, в любом случае, полное повторение всего маршрута карты, оно обеспечено 100%. Просто потому, что иначе, ну, непонятно, как собрать здесь все. Причем желательно сначала прикупить карту. То есть, если в некоторых локациях еще понятно, где там что, просто можно примерно прикинуть по процентам и... Ну, потому что отмечено на карте, что не смог взять когда-то. Мельница проснулась, вода снова чистая. Мельница живет. Вода бежит. Теперь можно рыбачить и плавать тоже. Ну, круто, я знаю. Спасибо. Это все я, да? Не благодарите. Вот, а есть просто, короче, новые локации, типа вот такие, где есть какие-то дырки, которые не отмечаются, даже если я просто мимо пройду. Опять прыжок. Ну, кстати, вот здесь... Нифига не прыжок. Тут и ручками можно. Это что? Так, стоп, это уже тихий лес. Это уже тихий лес. Надо было... Блин. Надо было наверх. Я не могу на каждой развилке открывать карту. Это же... Это же скучно. Мы же уснем все вместе. Если я такой, типа так, тут можно налево, можно направо. Хм, куда бы мне... Тут прям прыжок нужен везде этот. Все, что связано с водой. Ой-ой-ой, вы это видели? Что это мать-то выгодно только что, Ори? Я требую объяснений. На секунду полетел куда-то в гиперпространство. Ага. Берегись, Ори. В этом лесу мы незваные гости. Лес ее владения. Неправда ее. И моки здесь убитые. Все пересохшее. Вода ничего хорошего. На этом, скорее всего, стоять можно. Более того, прыгать. Круто, конечно. И даже деревья все пересохшие. А, дух несущий свет. Здесь, в моем саду, таким как-то не место. Деревья нуждались в вашей помощи, но так и не получили ее. А теперь глядись, видишь? Мой сад погиб, превратился в камень, рассыпывался горьким прахом. Осталось лишь одно деревце, а? Даже оно охвачено недугом. Уходи из этих владений смерти, да? Уходи, как и другие духи до тебя. Разве что ты сможешь исцелить мое послед... Да, разве что ты сможешь исцелить мое последнее дитя. Возьми его отравленную ветвь, дух несущий свет. Отащи целителя природы и скупи предательство духов. Безжизненная ветвь. Хранитель деревьев. Который зол на весь мир, и его сложно в этом винить. Ребята! У вас новый дом. О, нет. Эти моки слишком долго пробыли в упадке. Они окаменели, как и сам лес. Ну, блин. Окаменевшая кукла. Теперь я сейчас пойду и расскажу ему, что... Вот это произошло. Ну, как? Вот знаете, при всем... При всей там веселости, атмосфере, которая тут есть... Именно такая позитивная, фэнтезийная, милая... Тут есть и вот... Такие локации, которые вот прям жесть. Прям совсем жесть. То есть там тоже кладбище сов? Которое было просто в катсцене? Это же тоже дичь вообще. Игра выглядит очень сильно, как детская. Я психику расфигачить может. Очень даже знатно. Ну, если про ребенка говорить. Представь тебе, просто показываю. Это вот какие-то милые зверьки. Игра, где милый такой практически пушистый зверек. Ну, который дух, ну понятно, да? Что-то бегает, прыгает, стреляет по каким-то монстрам. Которые тоже не то, чтобы прям такие... Стремные. Какие-то зверьки ему задания дают, там все такое. А потом фигакс показывают. Трупы окаменевших сов. Те зверьки, которые давали задания, тоже вон... Мертвые. Просто потому, что как бы, ну вот, мертвые они. А глава семейства вообще там... Должен теперь как-то жить с этим. Это круто, все равно. Очень много в этом печального. Прям очень... Ой, мы пришли, кстати, ку. Ну вот это жесть, просто посмотри на это. Ужас. Ужас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Глупо, она слышит и видит. От себя, да, от себя увидеть легко. Мы подчиняемся тишине, а остальные... Им не выбраться. Так и есть. Так, куда вообще я могу здесь залететь? Тут справа, где-то в секретке, находится... Очень важная вещь. Которая называется Руда. Тут местами прям для Ория, не знаю даже. Ключик. Вот тут как будто что-то есть. А нет, тут это... Ория обучает таким вещам уделять внимание. Так, оно, кстати, нужен. Иди-ка сюда. Ниже. Зачем? Вижу. Третья? А нам сколько надо было? Вот, вот это прям для Ория. Хотя нет, сюда можно залететь. Сейчас. Надо спланировать и просто в последний момент... Отпрыгнуть. Блин, прикольно, что мы немного отошли вот именно от механики Ория. Тут есть вот такое разнообразие. Слушайте, дайте мне ее сюда, я... Разберусь с ней одной левой. Проблема в том, что ключа одного не хватает. А ну-ка иди сюда. Эх... Чуть-чуть. Это можно уничтожить. Тут вообще... Много всего, если так посмотреть. Ага. И что вы от меня ждете? Что, я сюда шарообразного привезти должен? Смеетесь? Где, кстати... А, найдите того, кто хорошо разбирается в растениях. А я знаю, кто хорошо разбирается в растениях. Вот. Тали. Схожу. Слезть я не могу, да? Тишина шепчет от тебя. Да, шепчет. Какой смелый дух бродит по ее лесу. Как тебе камни? Холодные статуи путешественников прошлого. Они тоже были смелыми? Да? Я не они. Не, вот тут не понимаю. Нет, я могу, наверное, чисто технически привезти вот этого. Типа, давай за мной. Другого пути я не вижу. Нет, тут он теряет интерес. Значит, решение какое-то другое. Какое-то более очевидное. И более простое, нежели чем постоянно кого-то тащить сюда. И правда. Я же стрелять умею. Нет. Иди ко мне, мой пухлястый друг. Он просто, видишь, на шипы еще может напороться. Он не самого большого ума. Или не может? При желании ты все может. Ой-ё-ёй. А-а-а! Как обратно-то? Нет, так-то я постоянно в относительной безопасности. У меня очень... Очень хорошо получается летать. Очень крутой уровень. Мне очень нравится. Ну да, Заори тут тоже мы в итоге окажемся. Иначе не было бы смысла в окружении. Все разрушается, уничтожается, высыхает. Какая-то депрессивная аллокация. Сейчас просто можно еще вот сюда вниз. А, ну это было гениально, да, с моей стороны. Мне показалось, там что-то можно найти. Где-то. С этой тварью, конечно, пересекаться бы не хотелось. О господи, не получится, валяй отсюда, я хотел сказать по отрубаю тебе крылья, но я явно опоздал с этим. Налево или направо, карта? А, ну это просто верхняя часть. Такое ощущение, что это дерево не высохло, а как будто оно стало резиновым. Странный эффект. Дорывка. Дорывка. Лети, улетай отсюда. Дорывка. Просто пипец, что происходит. Дорывка. Дорывка. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Просто что? Нам Маке очень грустно от того, что крик ранило солушку. Еще нам грустно от того, что с нами нет кволка. От того, что ты помогаешь, нам не грустно, но тревожно. Это даже не финал. Это только начало. Как же просто больно, пебес. Охренеть. Просто охренеть. У меня просто слов нет вообще. Так, а я так понимаю, что у меня теперь просто четыре. Да, несколько меток, и я могу идти куда хочу. Пебес вообще. Просто нет слов. Я просто не знаю вообще, что сказать даже. Типа, если мы не восстановим все эти огоньки, и мне не дадут... Ну, возродить Кура? И будет, ну, не очень, типа. Типец просто. У меня вообще нет соуфи. У меня ступор. У меня просто, мать твою, просто ступор. Короче, нам нужно найти, да, огоньки. Пределы Баура, заросшие недра и световые озера. Короче, есть три штуки. Вот раз, два, три. Это жесть. Ладно. Хорошо. Зато, знаете, у меня теперь появилась мотивация. Мотивация пойти... И разнести. Крик этот просто к черту вообще. Вот я ее найду. И сделаю с ней что-то очень неприличное. Вот. Вот очень. Чтобы гнида эта страдала. Жесть. Я предлагаю на этом пока что закончить. И продолжать в следующей серии. Нам нужно будет собирать огоньки. По ходу дела еще там... Кое-какие предметы. Сгоняем еще в родник. Посмотрим, что там можно сделать с именами и так далее. А на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...